Слава Господу нашему Иисусу Христу за милость Его и любовь к нам, что сегодня Он также дает возможность нам собраться здесь. Я хочу вместе с вами прочитать два стиха из послания к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Послание к римлянам, оно такое доктринальное, вот много Павел пишет учения, но учение без практики это всего лишь философия, на которую просто можно рассуждать ее, ворочать и ни к чему толком не приведет оно. И вот 12 глава, послание к римлянам, начинает Павел практические советы давать, начинает практиковать, показывать, что нужно делать и как нужно делать. И вот первые два стиха, такие они трудоемкие, емкие такие. И Павел пишет, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Вот слово, итак, первое слово, итак, итак это вывод, итог. Поэтому, почему поэт, потому что вот было, кто такие язычники, как они уверовали, что это иудейский народ. Ну то есть много доктрин Павел объясняет вот до этой главы. И теперь итак, итак, братья, умоляю вас, милосердием Божьим, представьте ваши тела. И первое, что особенно важно здесь, это самая такая толкающая такая сила, почему представить тела нужно братьям, сестрам, всем. Потому что Павел говорит, умоляю, прошу вас, милосердием Божьим. Вот это милосердие Божьим, это вот толкающая та сила, которая должна влечь каждого, каждого верующего человека, каждого человека толкать вот к тому, чтобы познавать Господа, к тому, чтобы отдавать себя на служение Ему, отдавать себя. Ведь Бог, Он милосерден к нам. Кто скажет, что Он не милосерден к Нему, к личному, вот к каждому из вас? Сколько Он проявляет милости, любви, сколько Он милует, прощает, помогает. Самое главное, Он дал нам спасение в Сыне Иисусе Христе. Мы, грешники, ничего не достойны по виде наказания и вечной погибели. Каждый день бы наказываем мы были бы, если бы Бог только был справедливый. И горе было бы нам, если бы Бог был справедливый, только справедливый. Постоянно было бы наказание, каждый день буквально бы, я думаю, и даже не только каждый день, и в часах было бы это. Но вот Павел говорит, умоляю вас с милосердием, тем, что Бог такой истинный, что Он прощает, милует. Сына Своего послал Иисуса Христа, в том, что мы сокрешаем, а Он прощает. В том, что мы снова сокрешаем, а Он милует. Мы снова ропщим, а Он прощает. Мы делаем что-то неугодное Ему, а Он прощает. А Он снова милует, а Он снова дает нам солнце, снова дает нам дождь, снова дает нам пищу, снова дает нам одежду. снова и снова и снова он прощает, потому что это его сущность. Это его сущность, его сущность – любовь. Его сущность – милосердие и сострадательность. Многое, и Ветхий Завет говорит, что он Бог, он милосердный и сострадательный, и сожалеющий о бедствии, и любящий, и истинный, и праведный. В некоторых местах написано, Бог ревнитель, что он накажет грех, но наказывает он грех, который делает человек. Но к человеку он сострадательный и милующий. И вот Павел в первых стихах сразу говорит, сразу говорит, братья, умоляю вас, прошу вас с таким большим просьбой, чтобы вы именно милосердием. Вспомните милость Божию к вам, вспомните милосердие, которое он проявляет каждому из нас. И вот отдайте себя для Господа. Что было бы лучше, скажите вы, что было бы лучше? Ради милосердия и милости, которую Бог проявляет к нам, от которой он заботится, или же, если бы Бог сказал, приказываю тебе, суровостью своей и жестокостью, что будешь наказан, делай вот эти дела, делай то, что я тебе повелеваю. Что бы лучше было для каждого из вас? Для меня, что было бы лучше? Ну, может, я и исполнял бы под страхом наказания, исполнял то, что Бог мне повелел бы делать. Но я бы не любил бы его. Но я бы не с радостью делал бы то, что хочет Бог от меня. Не делал бы это с радостью. Только для того, чтобы, ну, нужно, ну и сделаю. Хорошо. Должно сделаю. А бы я? А бы сделать. Но Божий же не такой наш. Божий же он милосердный. И вот Павел и говорит, потому что он заботится, милует, прощает. Прошу вас, прошу вас, представьте ваши тела в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего. Почему Павел опять же говорит за милосердие Божие? Почему он говорит, чтобы мы представили свои тела? Представить это, дать добровольно на служение Богу. Вот я, пошли меня. Вот я делаю то, что ты хочешь. Почему многие люди не отдают себя, многие христиане, на служение Господу? Потому что боятся. Боятся, возможно, того, что будет с ними. Боятся, что, ой, отдам, а как же я? А где же мое я? А где же я буду? Вот мне хочется этого. А Бог хочет от меня другое. Вот я не хочу. Но, опять же, возвращаясь к милосердию Божьему, возвращаясь к милости Его, Павел говорит, отдайте тела ваши, потому что Бог, Он милосердь к вам, к вашим телам, потому что Он создал их, потому что Он заботится о них. И если ты отдашь, если я отдам свое тело, свою душу, себя самого на служение Господу, Он будет относиться к этому телу, к этой душе милосердно и милостью. И написано в Библии, что Он не даст сверх сил, но даст по силе испытания пройти. Ведь сколько испытаний человек проходит, христианин, и что, Бог не помогает? Помогает. Постоянно помогает. Сколько бы человек не отдавал себя, Бог помогает. Но нужно человеку, прежде всего, каждому верующему, посвященному, тот, кто покаялся, принял крещение, тот, кто сказал, да, аминь, я служу Господу, да, я хочу служить тебе, Господь, приносить плоды. Бог относится к этому человеку милостиво, милосердно. Если он не грешит и не идет против Господа, тогда нужно его останавливать на путях, как-то смирять его, что-то делать с ним. Ну, для нас вот важно, сейчас вот это говорит о том, чтобы мы, я, каждый человек, каждый христианин, кто посвятил себя Иисусу Христу, кто не посвятил, тот принял бы его в свое сердце, чтобы это добровольно было. Это непринудительно. Бог никогда никого не принуждает. Вот он милует и прощает. Всегда ждет, когда к нему придут и будут. Он добровольно призывает человека к себе. Добровольно дает человеку служение, если человек хочет, если христианин хочет, для него служить. Если человек хочет для него служить, он всегда найдет себе, что делать. Он всегда найдет, что хочет Бог от него. Это вот дальше. Представьте, отдайте, отдайте себя и не сообразуйтесь с веком сим. Не сообразуйтесь, значит, не формируйтесь под этот век. Потому что Библия говорит, что образ мира сего проходит. Образ мира этот проходит. Он уже все, он уже, у него есть определенный там шаблон. не старайтесь, не отдавайте себя под этот шаблон миру, чтобы мир хочет, мир хочет, греховный мир хочет, всех людей поставить в определенный шаблон, чтобы вот делали вот так, вот есть образ мира, вот есть образ, вот по нему хочет дьявол, чтобы каждый по нему служил, по этому образу, был таким вот, как в этом мире. А что в мире? А что мы в мире знаем? Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Гордость и похоть. Хочу, мое, желаю, мне, только для меня. А почему не для меня? А почему не мне? А почему меня обидели? А почему меня огорчили? А почему меня вот не заметили? А почему меня, меня, Я недавно думал об этом, и вот мне такая мысль пришла, вот как цветок. Христианин, он как цветок. Вот мы видим цветы здесь, и даже листья, как они растут. Вот те, кто ухаживает за цветами, могут это видеть также. Вот если цветок, он закрытый, стоит, вот он растет, вот он закрыт, он не пахнет, он не дает своего плода, он не дает для того, для чего он создан. Он не распускается, он не благоухает, он просто закрыт. Но он хранит себя. Он хранит то, что у него внутри. Он просто оберегает себя. Вот Христос предупреждал, чтобы вы не оберегали себя, не хранили себя. А что, когда цветок, он благоухает? Когда приятно на него смотреть? Когда? Когда он открылся. Когда вот представьте лилию, лотос, который открывается, на него приятно смотреть, он благоухает. Он свои лепестки распускает вне. Вот христианин, он должен служить вне. Он должен распускать себя, он должен отдавать себя. Вот тогда это, как дальше говорится, преобразовать. Как цветок себя преобразует из семени. Семя бросается, потом тело растет. Христианин также возрастает, укрепляется в Господе и распускается. Но если он не распустился, а держит себя в бутоне и не хочет распускать, не хочет отдавать себя для Господа, то он так и погибнет. Не отдав себя полностью, не исполнив то, что предназначено ему Господом. Но когда ты открылся, когда ты хочешь открыться и служить Господу, служить вне, служить братьям, сестрам, миру, служить людям, есть определенные опасности, есть определенные неудобства, потому что и дождь льет на него, и солнце печет его, и мухи, и пчелы садятся, и все вот это вот подвержено, но он отдает себя, но он служит миру, он служит Господу, он служит, благоухает и дает все необходимое. Он просто исполняет для того, для чего он создан. Христианин создан, написано, на добрые дела. Бог обновил человека, очистил от грехов, дал новую жизнь, новую, с нового листа. И теперь каждый ответственный перед тем, как отдать себя Господу. Тем, что Бог такой строгий и хочет, чтобы ты занимался тем, что ты не хочешь. Нет, Бог милосердный и любящий, и Он хочет заниматься тем, что Бог хочет. И Он по своей милости, по своей доброте, любви и снисхождению к человеку, Он оберегает, хранит его на путях. Сколько братьев и сестер были в гонениях, и сколько Бог хранил их в этих гонениях. Сколько оберегал их в этих гонениях, сколько уводил от зла, от смерти. Некоторые были погибаемы, но Бог приготовил им лучшие. А некоторые проходили эти испытания, трудности, и выводил Бог их. Вот и Павел говорит, умоляю вас, представьте, это вот эти два стиха. И дальше многое об этом тоже описывается, как отдавать. Отдавать себя. Отдавать себя. Не формироваться под образ этого мира. Не встраиваться в этот шаблон, вот как и сегодня говорили проповеди о языке. Многие, много говорим мы, много, но должны следить за тем, что говорим. Много делаем, но должны следить за тем, что мы делаем. Как мы это делаем. Для Господа ли мы это делаем. С чистым ли сердцем мы это делаем. Или же так, как должно. Ну ладно, сделаем. Как будет, а там будет. И эти стихи говорят, чтобы мы распускались как цветок. Вот как пример цветка, когда он распустился, пчела опылила, зернышко потом упало, и новое растет. И новое растет. И новые, новые, новые люди для Господа растут. Если мы, если я не отдам себя для Господа сейчас, пока живу на этой земле, то какой смысл тогда мне тогда жить для Господа? Зачем тогда я пришел к Нему, и для чего я тогда служу, для чего я живу тогда? Если я не отдаю себя, а скрываюсь, чтобы потом просто умереть так же с закрытым и умереть. То нет в этом смысла просто. Нет смысла. А нам нужно формироваться, не формироваться под образ этого мира, но преобразоваться, преобразоваться в Господа. Преобразоваться, познавая волю Его. Преобразоваться умом своим. Познавать, что есть воля угодная и совершенная. Познавать, потому что Его воля, это совершенная воля. Это угодная, это благая, хорошая для каждого человека. У Бога есть план для каждого человека, лично для тебя, для каждого. Он знает каждого по имени, и для каждого есть определенный план. Но как мы войдем в этот план? Как я войду в этот план Божий, отдавая ли себя, или же сохраняя себя для себя, чтобы потом погибнуть? И только так, если мы будем жить для Господа, то есть только так, если мы будем отдавать себя на служение Ему, только так мы можем познать, что есть воля Божья. Что Бог хочет от меня, если я себя отдам? Если я скажу, вот я, пошли меня. Вот я делаю, что ты хочешь, чтобы я сегодня делал? Что ты хочешь, чтобы я в жизни делал? Что ты хочешь, чтобы я сегодня для тебя Господь сделал? Ведь церковь здесь на земле, светильник Его. Церковь здесь на земле, чтобы светить, Чтобы благоухать, чтобы люди слышали добро из уст наших, чтобы люди видели добро из рук наших, чтобы люди видели добро, когда мы идем, когда мы помогаем, служим Господу, служим им, этим служим Господу, этим служим мы для Него. Потому что для каждого из нас воля, она угодная, она совершенная, и только так мы можем распознать, распознать Его волю. Вот эти три качества, чтобы мы отдавали себя, отдавали себя на служение, отдавали свое тело, душу свою, чтобы мы посвящали себя. Мы уже посвятили, но дальше как? Что дальше? Не сообразоваться с этим веком, не формироваться под образ этого мира, который проходит. Если мы формируемся под образ этого мира, мы уходим тоже, мы отстаем, просто отстаем. Если мы к Господу идем, преобразуемся, мы вперед идем, постепенно поднимаемся, поднимаемся вперед к Господу, к Вышнему званию во Христе Иисусе. И вот тогда мы можем познать, что есть Господь, что Он хочет от меня, распознать, что Он хочет от меня, потому что многие думают, а что я должен, что я могу делать, я ничего не умею. Отдал ли ты себя, чтобы Бог сказал тебе, вот я хочу для тебя вот это. Поэтому пусть Господь благословит милостью Своей всех, милосердием, помнит, что Бог, Он милосердь для каждого. И всегда Он с нами, всегда только важно, и Павел здесь, и я, и все умоляют, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, которая духовно живая, которая отдает себя добровольно, без принуждения, жертву живую, святую и благоугодную Господу. Пусть Господь благословит церковь его. Аминь.